С нами на связи Михаил Крутихин, российский экономический аналитик. Михаил, здравствуйте. Добрый вечер. Приветствую вас. Одна из последних новостей. Страны большой семерки утвердили потолок на нефть. Разные оценки. Кто-то говорит хорошо, кто-то говорит хорошо, но мало. Как вы оцениваете 60 долларов за баррель? Мы уже увидели, что даже те страны, которые не присоединились к этой инициативе и официально не стали устанавливать какой-то потолок цены на российскую нефть. Они требуют скидок на российскую нефть. Да таким образом, что в конечном результате мы видим, что потолок они собираются соблюдать. Трудно будет российскому руководству объявить. Ах, вы извините, вот тут не объявляя ни о чем, скажем, Китай, Индия, Турция, Болгария или кто там еще. И вот вдруг стали покупать российскую нефть дешевле, чем она должна котироваться. И фактически выполняют условия соблюдения этого потолка оценок. И тогда, если верить Путину, он должен был прекратить поставки нефти в эти страны. Но раз они не присоединились формально, то все равно российский бюджет будет очень и очень сильно терять, поскольку фактически мы видим, что нефть сейчас продается. Некоторые партии уходят по 43 доллара за баррель. Так вот, если посмотреть на официальную статистику, где-то 53-54 доллара. Все равно это ниже 60-долларовой отметки потолка. А некоторые партии уходят гораздо дешевле. Насколько это губительно для российского бюджета? Ну, во-первых, вступили в силу санкций, которые называются эмбарго на закупку российской нефти. Это страны большой семерки. Но, в принципе, раньше об этом объявили в Соединенных Штатах Америки, Великобритании, Австралии, Канаде. Сейчас вот Евросоюз к этому присоединился. Они вообще отказались покупать российскую нефть. А вот этот объем нефти, который Россия не может реализовать на этом рынке, она пытается, естественно, продать где-то еще. А там покупатели настаивают на том, чтобы это было очень дешево. И затем, ну, в принципе, вот этот близкий к России европейский рынок или рынок Северной Атлантики, его невозможно заменить ни Китаем, ни Индией, ни Турцией. То есть, фактически, Россия очень сильно потеряет в экспорте нефти, а значит, ей придется сокращать добычу. И, насколько я знаю, нефтяные компании в России уже приступили к сокращению добычи. А что касается газа, о том, что придется консервировать вышки, мы говорили еще летом, по-моему. Как сейчас обстоят дела в этой сфере? Ну, мы видим, что самое большое падение добычи газа отмечается в «Газпроме». Другие российские компании, которые в основном добывают нефть, но заодно и газ, они не сократили добычу. А вот «Газпром», у которого, ну, по указанию руководства России сократились продажи на главном рынке в Европе, ну, закрывались целые маршруты по уже имеющимся маршрутам, сокращались поставки. «Газпром» собирается, ну, скорее всего, придется ему выплачивать огромную невыстойку за то, что он не выполнил условия контрактов в Италии, Финляндии, Германии, в других странах. То есть «Газпром» фактически ушел с европейского рынка. А это означает потерю. Ну, возможно, я предполагаю, больше одного миллиарда кубометров в год. То есть больше ста миллиардов кубометров в год, прошу прощения. Понятно, что все вот это, все ограничения «нефть», «газ», другие санкции накладываются на жизни россиян, бьют по бюджету. Но объясните, пожалуйста, не слишком ли некоторые эксперты, и мы иногда сгущаем краской, говоря о том, что с бюджетом на 2023 год в России все плохо. Что из себя представляет этот бюджет, как будут жить люди? Ну, давайте посмотрим на то, что говорит правительство, то есть Министерство финансов. Оно говорит, что доходная часть бюджета из-за санкций сократится на 23%. Ну, мы считали, у нас 30% получается. Ну, да, или четверть, или треть всех доходов федерального бюджета просто исчезнет в результате санкций. И в основном это те санкции, которые бьют по нефтегазу и по нефтеному экспорту России, и по газовому экспорту. Чем потери можно возместить, и сможет ли это сделать Кремль? Ну, первое, экономические меры – это, ну, возможно, некоторое снижение стоимости рубля. Вот курс рубля, если очень серьезно понизит, то частично можно будет это возместить каким-то образом. То есть платить внутри страны, правительство будет расплачиваться более дешевым рублем. Второе – это повысить налоговое бремя. Мы уже видим, что на компании, на многие повышены налоги. Один только «Газпром» был вынужден платить какой-то, бог знает какой, специальный налог. Для него специально придумали отдельно. Платят новые налоги компании, которые занимаются добычей полезных ископаемых. Ставка налога на извлечение минеральных ресурсов тоже повышена. То есть куда мы ни посмотрим, везде повышаются ставки. И, конечно, повышаются тарифы на жилищно-коммунальные услуги, на газ, электричество. То есть по всей стране обдирают еще и население, а не только промышленные компании. Ну и вот смотрите, получается, что минус 30% доходов, при этом оставшиеся 30% из оставшихся денег в бюджете будут тратить на оборонную сферу, на войну. Так что же людям в России остается? Остается ли что-то? Я думаю, гораздо больше даже будут тратить на войну. И причем вот тут ведь парадоксы заключаются в чем? Вот потратило правительство... К сожалению, пропала связь? Пропала связь, Михаил. Нет, я слышу, Михаил, основа. Михаил, продолжайте, пожалуйста. Прошу прощения, где-то перебили нас. Правительство тратит, например, на мобилизацию, на перевозку личного состава вооруженных сил и наемников, на перевозку военных грузов. Все это где-то фиксируется как часть ВВП, этого ловко и внутренний продукта. На самом деле это абсолютно не конструктивные траты, не производственные траты этого. И поэтому мы видим, что населению фактически ничего не останется. Вот кого будут кормить? Это будут кормить каратели, которые должны защитить власть от населения. И будут продолжать, усиленно продолжать попытки чего-то добиться в войне. Михаил, мы уже месяц за месяц мы все ждем краха российской экономики. Все ждем, когда же наконец-то окончательно сработают все принятые санкции, беспрецедентное количество, да, и добьют все-таки этот режим через экономическое падение. Но постоянно почему-то этот срок оттягивается. Вот недавно в нашем эфире украинский ваш коллега, экономист, очень известный, Пензин, сказал о том, что, в общем-то, краха российской экономики не стоит ждать раньше марта месяца следующего года. Как вы считаете, благодаря чему России все еще удается держать этот запас прочности? И разделяете ли вы, соглашаетесь ли вы с тем мнением, что весну украинская экономика все-таки точно не переживет? Нет, я не могу делать такие прогнозы. Тем более, что я вижу, что у российской экономики есть еще какая-то подушка безопасности. В том плане, что большинство работоспособного населения России, они работают на бюджет. То есть это либо государственные компании, организации, это компании, которые работают на государство. И публика, в принципе, насколько я понимаю, готова довольствоваться даже малым. Лишь бы хуже не было, и выходить на улицы и начинать какие-то революционные действия в России не готовы. Судя по всему, будет дальнейшее медленное ухудшение жизненного уровня. Это будет какое-то болото. Экономика будет более архаичной, более примитивной. И жизненный уровень может скатиться до того, что мы уже несколько поколений, по-моему, уже пара поколений не видели такого низкого жизненного уровня, который грозит населению. Но вместе с тем, надо сказать, что в России, первое, никогда не было настоящего гражданского общества. А второе, силы, которые подавляют даже попытки сопротивления. Вот человека под суд отдали за то, что он сон видел не такой, как надо, и рассказал об этом в своем сновидении. Ну, то есть террор против населения, вот это как, ну, мы видим, что он действует. Михаил, вы, анализируя российский бюджет, сказали, что населению в нем почти ничего не останется. Однако у населения есть что взять. Если я не ошибаюсь, 40 триллионов рублей лежит на счетах вкладчиков в российских банках. Если в цифре ошибся, поправьте. Но скажите, могут ли люди считать, что эти деньги находятся в безопасности? Или режим Путина на каком-то этапе может их, ну, пустить, опять же, на войну, например? Нет, вы посмотрите, сколько денег сняли с банков. Во-первых, там снимали, покупали валюту, прятали ее под матрас, или в банках закапывали в саду, или где-то, или отправляли за границу. То есть там, по-моему, в четыре или в пять раз больше за прошедший только месяц вывели из России иностранные валюты, чем это было в любой другой месяц предыдущие десятилетия. Поэтому деньги бегут из России. О чем это говорит? Что это значит? А это нет никакого доверия к тому, что происходит в России. И вот мы это замечаем по тем иностранным инвесторам, которые все-таки обращаются к нам как к консультантам и просят следить за развитием экономической ситуации в надежде на то, что когда-нибудь, пусть не сразу, пусть в отдаленной перспективе что-то нормализуется, им можно будет прийти в Россию и начать спокойно работать. То есть поставлять оборудование, технологии, которые могут России понадобиться в будущем. Но вот таких энтузиастов, которые сейчас готовы куда-то прийти, их просто нет. И все готовы к тому, что это может продлиться десятилетия. И на это десятилетие или десятилетия Россию иностранные инвесторы как бы списывают со счетов, получается? Да, мы видим, что даже такие верные инвесторы, как вот в нашей нефтегазовой отрасли, французская компания Total Energy, уже она решила списать огромные деньги и выйти из капитала компании Novotec. Никак не может избавиться от пакета акций в Роснефти англо-американская компания BP. А у нее там почти 20%. Ну никак. Пытается всеми способами. Там есть масса препятствий, в том числе и обязательства, которые они подписали с российским руководством. То есть все хотели бы убежать, но иногда это просто не получается сразу. Вообще даже сложно, наверное, представить, насколько десятилетия назад отбросил Путин российскую экономику, да, вот началом этой войны. Сколько понадобится на восстановление? На какая колоссальная ведь работа предстоит? Ну это в случае, если Россия образумится как государство, вернет свое доверие к себе Запада, да, и бывших партнеров. Сколько десятилетий еще, наверное, уйдет на то, чтобы по поводу каждой санкции проработать, чтобы ее снять? Ну это колоссальное какое-то и время титанический труд. Ну вот, есть такой экономист, очень популярный во многих кругах, Нуриэль Рубини, который когда-то предсказал замечательный финансовый кризис в мире. Так вот он очень коротко сказал, российская экономика совершила самоубийство, и в долгосрочном плане она мертва. Вот он такой приговор вынес тому, что происходит с экономикой России сейчас. Мертва, ну как-то же трансформируется. Что, по-вашему, будет далее? Ну тут понятно, надо связывать с результатами войны, да? Но как вы себе это представляете? Да, конечно. Ну я представляю себе это какое-то экономическое болото. Это развитие никакого. Импорт чего-то передового, технологий, даже денег, опыта из-за границы. Это все закрыто. Это варится в собственном соку, на архаичном оборудовании. И тогда всего не украсть. Как президент России когда-то говорил, пусть там американцы что-то придумают, а мы потом царап-царап у них. Вот воровской режим с воровскими принципами, вот он в условиях самоизоляции, в которой вот он себя вверг в эту самоизоляцию, я думаю, что перспектив на развитие никакого никаких он не имеет. Михаил, мы сегодня у всех экспертов экономических, да, задаем один вопрос, который касается нашей темы разговора. Мы с вами начали о потолке цен на нефть, которую поддержал J7. Как вы считаете, еще каких-то вот необходимых шагов, да, нам стоит ждать о J7 в ближайшей или долгосрочной перспективе? И какими они могут быть? Нет, по нефтегазу я пока ничего нового такого не ожидаю. Я не вижу, что здесь можно еще, какие меры принять. Возможно, это будет, вот насколько я знаю, следующий пакет санкций в Евросоюзе, он направлен на конкретные организации, прежде всего, и конкретных персонажей путинского режима. А секторальных санкций, то есть направленных на какие-то отрасли целые или на части этих отраслей, вот этого пока я не вижу, чтобы обсуждалось. А обсуждается ли отключение оставшихся банков от SWIFT? Я так понимаю, что это вот козырь, один из немногих, который еще не использован цивилизованным миром. Нет, но вроде бы в новом пакете санкций есть еще список из трех банков, которые отлучат от SWIFT, но есть даже сообщение о том, что где-то на Западе обсуждается возможность снятия этого ограничения для одного или двух банков, чтобы, ну, каким-то образом продолжить бизнес с финансовыми организациями России. Хорошо. А что касается российских олигархов, как, по-вашему, они себя сейчас чувствуют в экономическом плане? Потому что прогнозы и характеристики состояния экономики удручающие, да? Что олигархи? Они видят какое-то будущее? Как они на этом фоне относятся к режиму? Меняется ли это отношение? Или там уже не приходится об этом говорить в том плане, что они не могут ничего изменить? Хотя почему не могут? Хотели бы, наверное, изменили. Я вообще против термина олигархи. Дело все в том, что олигарх — это участник осуществления власти. Вот у него власть есть. Из-за того, что много денег, но он вот входит в группу, которая принимает исполнительные в том числе решения. А в России олигархи — это немножко другая категория людей. Это люди, которые паразитируют на бредовых идеях Путина. Или они внушают ему какие-то бредовые идеи. Например, приходят к нему и говорят, вот, Владимир Владимирович, вы давно хотели укрепить влияние России в Арктике и восстановить как бы Арктическую зону с Северным морским путем. Но вот мы вам несколько проектов в этой зоне осуществим. Давайте только вы нам специально особые налоговые условия предоставите. Или государственные субсидии, или еще что-нибудь такое. И вот на этом они делают колоссальные совершенно деньги. Или, например, уверяют его, что строительством каких-нибудь газопроводов в Китае, или там Северные потоки, или еще что-то, они помогут ему в его политических каких-то целях. И на этом, вот на распиле выделенных бюджетов, они делают и делали, и будут еще делать деньги. Это не те, кто власть осуществляет. Это паразиты на власти. И поэтому, да, многие из них продолжают вот эту работу. Насколько я знаю, возникают все новые и новые идеи. И на этой идее кормятся и чиновники, и те, кого вот сейчас называют, неправильно называют олигархами. Так что все это продолжается. Некоторые сильно пострадали. У них там изъяли где-то деньги, имущество арестовали. Не то чтобы отобрали, а просто приостановили права владения. Что дальше там будет с Вексельбергами и прочими Абрамовичами, это мне, конечно, неизвестно. Но какие-то яхты они потеряли, особняки потеряли, часть собственности потеряли. Но многое осталось. Да, ну и вот, например, Усманов... Скоро и свободу могут потерять. Усманов может и некоторые свои предприятия карьеры потерять. Там вроде на них уже Пригожин положил глаз. Но вскоре об этом узнаем, в общем. Михаил Иванович, спасибо вам. Михаил Крутихин, российский экономический аналитик, был в нашем эфире.